привет сегодня расскажу посоветую начинающим морякам как устроиться в компанию после того как вы закончили учебное заведение стоит следующая перед вами задача нужно устроиться в компанию для дальнейшей работы первую компанию конечно которую вам стоит посетить и поговорить о дальнейшей работе это та компания в которой вы проходили практику если там вас отбрели тогда поисковике забиваете список или рейтинг мореходных компаний морских судовых компаний и удобный для вас город новороссийском ростов москва питер все зависим с того где вы живете далее находите список компаний выписывайте адреса чем больше адресов тем естественно лучше и в удобный для вас день едете по компании желательно них понедельник или в пятницу одежда должна быть соответственно нормальная никаких спортивных костюмов шортов сланцев не должно быть слишком официально то что одеваться не стоит там смотрите по обстановке можно сказать джинсы кроссовки и майка пола будет вполне достаточно нормально при себе необходимо иметь все ваши документы которые у вас есть все сертификаты все паспорта мореходную книжку лы и так далее если уже у вас продана медкомиссия на плац состав ты люди не с собой если есть у вас рабочая виза небольшой плюс для вас вообще когда приехали по адресу заходите в компанию на ресепшене говорите хотел бы устроиться вам в компанию на постоянную работу дальше уже по обстановке смотрит что вам ответят требуется у них кадры или нет могут сразу отказать могут проводить к менеджеру также могут сказать заполнить анкету анкету можно предварительно можно дома скачать бланки заполнить в электронном виде и распечатать для каждой компании по одному бланку также взять с собой на всякий случай чтобы на флешке это было после того как вы заполнили или отдали анкету все смотрите по обстановке если вас проводили к менеджеру то скорее всего сначала посмотрит ваши документы делает копии также вам могут сказать что нужно пройти тесты на уровень знаний английского языка будет марлинс и возможно цес подготовиться можно к этим тестом также в интернете онлайн или просто скачать там предыдущую версию самого теста и тестироваться в компании однозначно будете проходить онлайн поэтому ты сможешь не соответствует тому к чему готовились после тестов или до тестов вас могут отправить на собеседование может директором может с механиком наставником капитаном наставником все зависит от того на каком факультете вы учились вон олег мангол по крыльям ходит гулять вопросы будут задавать как профессиональные так и обычные будут узнавать что вы за человек как разбираете свои профессии вопросы будут такие например где учились как учились почему выбрали эту профессию на каком пароходе проходили практику какой экипаж был какие обязанности выполняли что именно делали как прошел контракт какие знания английского у вас может сразу задать нужно пару вопросов на английском например может спросить вот из your responsibility там вы уже на английском языке мы должны будете ответить какие ваши обязанности мы также часто спрашивают про морские конвенции марков и соус как все прошли оставили свои контактные данные сказали спасибо до свидания идете в другой офис и делать то же самое что предыдущей компании чем больше компании вы посетите тем больше будет шансов у вас строится на работу вам конечно в уши могут надуть что вы им подходите они вас берут на работу то это еще не факт что будет именно так раньше времени радоваться не стоит после того как поездили по офисам по компании то можно оставить еще свои анкеты на морских сайтах компаний лишним это не будет также можете разместить свою вакансии на сайте marichot.ru сайт довольно простой все просто и понятно на этом же сайте может и думаю можно и скачать и бланк и посмотреть адреса компании на этом пожалуй все хоть будете иметь представление что вас ожидает и что предстоит следующем видео расскажу как я устраивался в компанию в которой сейчас работаю как проходил собеседование и какие вопросы задавали в общем расскажу все как происходило сайт